Олимпийские игры 1908 года. Наш земляк Николай Панин-Коломенкин стал лучшим в турнире по фигурному катанию. Именно он принёс первую золотую медаль в истории нашей страны. А в 1993 году Банк России выпустил 7,5 тысяч золотых 50-рублёвок, посвящённых этому событию. Ещё одна монета напоминает, что Воронеж – колыбель русского флота. Эта монета золотая, посвящённая годопредестинации. Уже более 10 лет корабль-музей, который находится у нас на Адмиралтельской площади, украшает наш город и является одной из визитных карточек и местом притяжения наших горожан и гостей города. И Банк России тоже решил выпустить монету с изображением этого корабля. Кроме того, столица Черноземья считается родиной ВДВ. Событие, благодаря которому так называют наш город, запечатлено на серебряной монете. 2 августа 1930 года проходили учения и производилось десантирование целой группой, состоящей из 12 человек. В эту группу входило также две девушки. И они были десантированы под Воронежем. В Воронеже есть монумент, который как раз олицетворяет, что Воронеж – это родина ВДВ. Банк России тоже не остался в стороне и запечатлел этот знаменательный момент на монете серебряной номиналом 1 рубль. Посвящены Воронежу и монеты с изображением памятников архитектуры. Одна из них – Покровский собор. Ее отчеканили в 2009-м. Серебряная с золотыми вставками в форме колокола. Еще одна монета – это Успенская Адмиралтельская церковь. Она у нас расположена на Адмиралтельской площади. Это памятник архитектуры XVII века, который сохранился в Воронеже. Это единственный памятник в России со времен Петра I, который сохранился и который связан с созданием российского флота. Одна из нестандартных монет, посвященных Воронежу, выпущена в 2012-м. Номиналом 25 рублей. Еще одна монета – Алексея Вакатов монастырь. Тоже уникальная монета. Ее уникальность представлена тем, что на серебряном фоне есть цветное изображение Покровителя собора. Но еще одно отличие этой монеты – это в том, что ее вес 169 грамм, а диаметр монеты 6 сантиметров. Она у нас такая нестандартная, необычная, чем мы очень гордимся. Выпускали монеты и в честь таких наших выдающихся земляков, как Иван Бунин, Алексей Кольцов и Иван Крамской. В общей сложности можно насчитать 16 различных монет, которые посвящены событиям, достопримечательностям и людям, связанным со столицей Черноземья. Анна Корязина, Сергей Артемов, 41 канал.